На связи краткий пересказ. Сегодня я расскажу вам о фильме под названием «Всемогущий я». Картина начинается с метро, по которому мчит электричка. Главный герой по имени Санг Ю работает сценаристом, но последние полгода он не может нормально спать. Во сне его постоянно преследует демон. Вот и сейчас в вагоне появляется эта зловещая сущность, которая движется в направлении парня. Демон приближается к парню и, схватив его за волосы, раняет на пол. Затем он пробивает отверстие в полу вагона и просовывает голову героя под вагон, после чего поднимает и резко опускает вниз. Санг Ю просыпается в холодном поту. В дверь его комнаты стучит домовладелец, которому Санг Ю должен денег. Он молчит, делая вид, что внутри никого нет. Но потом выпивает из бутылки какую-то жидкость, от которой его начинают воротить. Домовладелец снова стучит, требуя открыть дверь. Санг Ю вылазит в окно и по строительным лесам спускается вниз. Блуждая по улицам, парень вспоминает врачей и лекции, которые он посещал и которые ему никак не помогли. Парень останавливается у закусочной и просит приготовить ему блинчик без яиц, так как у него не хватает денег. Но продавец все равно добавляет яйцо в качестве подарка. Пока готовится блинчик, Санг Ю наблюдает за кофейней, где работает Хуар, девушка, которая ему нравится. Он встретил ее много лет назад, когда ходил с друзьями в бар, а девушка пела там песни. Санг Ю усаживается напротив кофейни. Не успев даже попробовать блин, к парню подходит Сан, его работодатель. Санг Ю пытается сбежать от него, уронив даже свой блин, но тот все равно его догоняет. Санг Ю должен Сану написать сценарий, но из-за постоянных кошмаров парень не может выспаться и ему в голову не приходят никакие идеи для сценария. Сан требует от бедолаги вернуть аванс, но тот его уже весь потратил и сейчас сидит совсем без денег. Он дает парню еще 10 дней. Санг Ю возвращается в свою комнату, но окно оказывается запертым изнутри. Тогда парень идет к входу, где у двери комнаты лежат все его вещи, а сама дверь заперта на замок. Собрав вещи, Санг Ю идет в кафе, где пытается хоть что-то написать, но бессонные ночи дают о себе знать. В голову совершенно ничего не приходит, а тут еще и желудок начинает торчать. Спустя несколько минут Санг Ю все-таки вырубается и на него снова нападает демон, который начинает бить парня головой об столик. Санг Ю просыпается и обнаруживает, что его ноутбук уже сперли, оставив только зарядку. Парень в отчаянии. Он уже не видит границы сна и реальности. Санг Ю поднимается на крышу, где пишет прощальное сообщение Сану, собираясь самовыпилиться. Парень все ближе подходит к краю, но вдруг слышит снизу крик дядьки, который предлагает бесплатно блинчики. Дядька поднимается на крышу и угощает парня вкусным блином. Он интересуется, почему тот хотел спрыгнуть. Санг Ю рассказывает свою историю о кошмарах и последствиях из-за них. Тогда дядька предлагает просыпаться перед тем, как его убьет демон. Для этого Санг Ю должен произнести во сне это сон, и тогда он точно проснется. Когда наступает вечер, Санг Ю идет в магазинчик заправки, по пути сдав свой потрепанный сотовый перекупщику. Там он покупает на последние деньги еды. На улице к парню подходит Хуар, девушка из кофейни, за которой он все время наблюдает. Она предлагает угостить его едой, но потом превращается в демона. Девушка, работающая на заправке, видит, как Санг Ю висит в воздухе. В это время демон бонзает в парня меч, но тот произносит, что это сон, и демон кидает его в окно магазина. Санг Ю приходит в себя и обнаруживает рядом тот самый меч демона. Парень бежит в пар, где бьет себя сначала по щеке, а затем несколько раз кричит, что это сон, думая, что он все еще спит. Утром Санг Ю идет на барахолку к скупщикам. Когда барыги начинают перебивать ставки друг друга, Санг Ю понимает, что меч имеет ценность. Он относит меч к скупщику антиквариата, который платит парню 20 тысяч. Санг Ю наедается до отвала в ресторане, после чего снимает шикарный номер в гостинице. Парень наконец-то принимает душ и приводит себя в порядок. Приняв снотворное, он ложится спать. Во сне он выходит в коридор гостиницы, и дверь в номер закрывается. Взяв в руки вазу, Санг Ю кричит, что это сон, но не просыпается. Он продолжает идти по коридору. Дверь рассыпается в щепки, и в коридоре появляется демон с огромным топором. Он сбивает парня с ног, когда тот пытается сбежать. Санг Ю, взяв урну, закрывается ей, но демон, разрубив ее, втыкает топор в парня. Санг Ю, вцепившись в топор, просыпается с ним в кровати. Санг Ю сдает топор скупщику антиквариата, после чего уже может позволить себе хорошую одежду. Изрядно накидавшись в клубе, Санг Ю приводит двух девчонок с собой, но закрывает перед ними дверь, не пуская в номер, но затем дает им деньги на такси. Упав на кровать, Санг Ю берет со стола книгу, которую открывает на фотографиях музея, в котором он оказывается, вырубившись. Парень собирает ценные предметы и ставит их на скамью. Появляется демон с оружием в руках и одним выстрелом разбивает все, что собрал Санг Ю. Парень бегает от демона, а тот выстрелами разрушает все в музее. В какой-то момент демону все же удается ранить парня, и тот падает. Санг Ю пытается дотянуться до старинного артефакта, но демон, наступая на руку парня, всаживает в него пулю за пулей. Санг Ю просыпается, но так как он ничего с собой не притащил, он снова принимает снотворное и отправляется обратно. Демон даже уйти не успел, как Санг Ю снова появляется в музее. Парень хватает золотую маску и яйцо, после чего кричит, что это сон, и просыпается с предметами у себя в кровати. На этот раз Санг Ю получает за них миллион. На улице около него останавливается машина, из которой появляется Сан. В ресторане Санг Ю отдает ему долг, который должен был Сану за ненаписанный сценарий. Санг Ю едет в кофейню, где работает девушка, которая ему нравится. Парень стесняется с ней заговорить, поэтому сперва заказывает кофе, а потом спрашивает, узнает ли она его, на что девушка отвечает, что узнает его, когда он придет в следующий раз. Санг Ю интересуется, почему девушка продает кофейню, а оказывается, что заведение совсем не приносит денег. Санг Ю встречается с Саном, с которым они накидываются. Сан притаскивает Санг Ю в гостиницу и укладывает спать, а Сан начинает осматривать номер. В этот момент Санг Ю просыпается с криком «Это сон!» и в руках у него появляются золотые цепи. Сан, увидев, какими способностями обладает Санг Ю, просит взять его помощником. Санг Ю выкупает кофейню, но просит девушка остаться управляющим. Когда парень направляется к выходу, девушка спрашивает, свободен ли он вечером. В ресторане девушка спрашивает у него, зачем ему убыточная кофейня. Санг Ю любит кофе, поэтому и выкупил заведение, но управлять он не умеет, для этого и нужна девушка. Она подозревает, что дело не только в кофе, и поэтому просит Санг Ю не тратить силы и время на нее, если у него есть жена или девушка. В номере Санг Ю уже ждет Сан. Парень засыпает и просыпается в сейфе банка. Санг Ю набивает полные сумки деньгами, а когда появляется демон, то парень дает тому отпор, после чего просыпается с полными сумками денег. На следующий день в кофейне небывалый ажиотаж, даже свободных столиков не оказывается. Все из-за того, что недалеко от кофейни Сан подкупал прохожих, чтобы те шли в кофейню. Санг Ю подкидывает деньги продавцу блинчиков, чтобы отблагодарить за бесплатные обеды. Санг Ю каждый вечер провожает девушку до дома после работы. Однажды она даже угадывает, что он работает сценаристом, и судя по тому, сколько у него денег, то он, наверное, очень хороший и известный сценарист. Санг Ю притаскивает и своего сна Мазератти, которую дарит девушке. В следующем сне Санг Ю появляется в пещере, набитой золотом. Он встречает демона, который кажется совсем бессил. Санг Ю срывает с него золотой пояс и притаскивает его в реальность, но демон напоследок успел провести пальцами по груди парня. Санг Ю и Хуар сидят у нее дома. Пока девушка в ванной комнате, Санг Ю встает и в него что-то прилетает. Распахнув рубашку, парень видит на груди шрамы, после чего сбегает, оставив девушку одну. Санг Ю собирается спать. Во сне парень попадает на крышу башни, на краю которой стоит человек. Санг Ю подходит и видит себя. Его копия вся в шрамах, а после вообще растворяется. Санг Ю просыпается и бежит к зеркалу, на нем шрамы от прошлых драк с демоном. На следующее утро Санг Ю идет к дядьке, который готовит блины, но по дороге его похищают, засунув в фургон. Похитителем оказался помощник скупщика антиквариата со своей бандой. Санг Ю предлагает им 5 миллионов за свою свободу. Появляется Ченг, главарь банды, который готов отпустить парня за 10 миллионов долларов. Санг Ю звонит Сану и назначает встречу. Там Сана вырубают и тоже привозят в убежище. Ченг, просматривая телефон Санг Ю, выясняет, что на банковском счете парня хранится 300 миллионов. Санг Ю предлагает ему все эти деньги за свободу свою Исана. Бандиты едут в апартаменты Санг Ю, так как уверены, что там есть еще что-то. Собой они также приносят Исана, говоря консьержу, что тот пьяный. Санг Ю показывает свой тайник, набитый золотыми статуэтками, который парень притащил из снов. Включается громкая связь, по которой консьерж сообщает, что к Санг Ю пришла гостья. Хуар спрашивает, почему он ее игнорирует, на что Санг Ю просит оставить его в покое и отключает связь. Консьерж, видя, что девушка расстроена, говорит ей, что дверь в квартиру Санг Ю открыта, если она хочет поговорить с ним. Девушка поднимается, но на нее тут же накидывают мешок. Ее отводят в тайник, где Санг Ю, увидев Хуар, просит Ченга отпустить девушку, и тогда он отдаст им все, что есть не только здесь. Ченг приказывает убить их. Очнувшийся Сан бьет одного из бандитов вазой. Санг Ю кусает бандита, который держит его, но тот вонзает нож в брюшку Санг Ю. На их сторону встает помощник скупчика, правда ненадолго. Ченг его убивает из пистолета. На лестнице, ведущей из тайника, бандиты догоняют ребят. Сан избивают, а Санг Ю и Хуар успевают вылезти, где бандиты их продолжают избивать. Санг Ю теряет сознание и оказывается в параллельной реальности. Он видит Хуар без сознания и начинает превращаться в того самого демона из своих снов. Он проламывает стену и бросает меч в Ченга, пригвоздив его к стене. Но тот напоследок успевает выстрелить в Хуар. Затем демон расстреливает других бандитов, после чего подходит к Санг Ю. Парень произносит, что это всего лишь сон, и все золотые артефакты начинают исчезать как у него в тайнике, так и у всех людей, которым они были проданы. Парень просыпается у того магазинчика на заправке. Рядом с ним стоит Хуар, которая предлагает угостить его едой. Хуар приводит парня к себе домой, а потом предлагает ему работу в кофейне. В заведение заглядывает Сан. Санг Ю признается ему, что не может написать сценарий и поэтому отдает ему долг. Сан бросает конверт с деньгами и протягивает парню пакет полный денег. Сан произносит, что ему удалось продать старый сценарий Санг Ю, и теперь парень будет писать только триллеры. Санг Ю сидит в кофейне. Он смотрит на дядьку, готовящего блины. Парень подходит к нему и просит блин с колбасой и яйцом. Дядька выходит из прилавка и отдает Санг Ю сумку, полную денег, которую парень когда-то ему подсунул. Дядька поднимает кофту, показывая шрам на теле, и признается, что с ним было то же самое. Позади Санг Ю появляются такие руины из его последнего сна, и выясняется, что новый демон преследует его с тех пор, как он проснулся у магазинчика на заправке. На этом все. Спасибо за просмотр! Пишите, понравился ли вам фильм? Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. До встречи на канале!